Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова и утренняя информационная бригада нашего канала. В Солецком и Волотовском районах с нового года уменьшается плата за отопление. По данным Комитета по ценовой политике Новгородской области, тарифы снизятся на треть для населения и почти в два раза для юридических лиц бизнеса. Раньше тепло здешним домам дарила мазутная котельная. Топливо дорогое платить за горячие батареи приходилось немало. Сольчане с нетерпением ждали газификацию. Голубое топливо пришло в 2011-м. Инвестор построил газовую котельную. Все ждали, что цена вот-вот упадет. Но этого не случилось. Как оказалось, инвестор компании «Нордэнерго» нужно было компенсировать затраты на строительство еще одной газовой автоматической котельной, запущенной в 2013-м году. Поэтому тарифы не снижали. Сумма инвестиций составила 350 миллионов рублей. На данный момент в Сольцах уже шесть современных блокмодульных газовых котельных. И вот теперь затраты на строительство возмещены. Кроме того, в областной казне не нужно будет компенсировать инвестору разницу в тарифах. Тариф на тепло для населения уменьшится порядка более чем на 30%. Для юридических лиц, то есть это прочие потребители, к которым относятся юридические лица и бизнес, тариф снизится более чем в два раза. Платить с нового года за отопление отстанут меньшие жители Волота. Там тоже несколько лет назад были построены три газовые автоматические котельные. Затраты инвестору также возмещены. Тариф снижается. Новгородский медовый дом получил премию правительства страны в области качества. В этом году награды присуждены десяти организациям. За достижение высоких результатов в области качества продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента. Всего на премию претендовали 280 российских предприятий. Комплекс «Медовый дом» располагается в Батецком районе. С 2013 года компания сотрудничает с российским экспортным центром и активно поставляет мед в Казахстан, Республику Беларусь, сейчас изучает рынки Китая. Кроме того, уже в этом месяце в деревне Мойка собственник медового дома Антон Георгиев планирует открыть новую площадку по производству чая. В Великом Новгороде завершается гурме-фестиваль. Он открылся 7 октября. В течение месяца жители и гости нашего города могли попробовать различные авторские блюда от лучших поваров России и Европы и проголосовать за понравившуюся. А в конце прошлой недели подвели итоги конкурса «Новгородское застолье». Победителем конкурса «Новгородское застолье» становится блюдо «Северный осетр» от пиццерии «Портлер». Профессиональную премию получил десерт «Рахманиновская сиреня дома Берга». Премии СМИ удостоились ребра леща Ильнинского с луковым мармеладом. По словам шеф-повара фрегата «Флагман», этот рецепт был взят из древней книги рецептов, найденных в деревне Новгородской области. В Санкт-Петербурге открылась выставка режиссера Сергея Соловьева, который известен по своим фильмам «Асса», «Сто дней после детства», «Нежный возраст» и многим другим. На двух этажах музея «Рарта» представлены памятные снимки и материалы, связанные с культовыми лентами. По словам самого Соловьева, в этой выставке не нужно искать какого-то смысла. Единственная мысль, которую хочет донести автор – никакие мысли не нужны вообще. Важно только ощущение жизни. И оно здесь как раз присутствует. Это снимки из его личной фотоколлекции – Шнуров, Янковский, Башмет, Абдулов, Сергей Бадров-младший. Известные люди – актеры, которые играли или могли сыграть в его фильмах. Экспонаты с его съемочных площадок и даже нога его собственная. Отчасти то, что никакой руки судьбы нет, он понял, увидев афишу концерту близкого друга Бориса Гребенчакова. Он так и назывался. В Питере посиделся в гостинице на фонтанке. И все у меня крутится в голове – нога судьбы. Нога судьбы. Что такое нога судьбы? Я в Питере на фонтанке, значит, находясь в трусах, поднял левую ногу перед собой и увидел, о чудо, я увидел ногу судьбы. Среди экспонатов видное место занимает скульптура, изготовленная специально по просьбе Сергея Соловьева. Она изображает Басова Виктора Цоя на мотоцикле. Это копия теперь уже нашего акуловского памятника «Человеку-легенде». Напомним, Виктор Цоя снялся в культовом фильме режиссера «Асса», где сыграл главную роль. По словам Сергея Соловьева, возможно, сейчас музыкант даже больше был бы связан не с рок-музыка, а с кино. Не зря именно так он и назвал когда-то свою группу. Добавим, 23 декабря в областной филармонии состоится концерт «Симфоническое кино». Музыка группы прозвучит в исполнении симфонического оркестра, а все гитарные партии одного из музыкантов группы «Кино» Юрия Каспаряна. На этом у меня все. Далее о том, какая погода ожидается сегодня днем. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok